Бешеный темп, резкие движения, красивые прыжки и эффектные трюки. В День России на площадке спортивного комплекса «Родина» состоялся турнир по стритболу «Чистая победа». Соревнования проходят уже в 19-й раз и ежегодно привлекают большое количество спортсменов. В этом году 29 команд решили побороться за победу. У нас в Химках баскетбольная любительская лига 3х3 является самой многочисленной по составу любителей и участников. Более тысячи человек принимают участие в различных турнирах, а этот турнир является открытым. Сюда приехали не только команды из городского округа Химки, но и команды из Москвы, из других регионов. Постоянные участники турнира шутят, что играть в этот раз непривычно, так как практически всегда в этот день идет дождь и приходится соревноваться в непростых условиях. Новички же радовались хорошей погоде. Турнир отличный, играем первый раз сюда, приехали заявиться. Погода просто располагает как раз к турниру в 13-й, с учетом, что еще сказали, что обычно дожди проходят у вас, но все кайф. На асфальте чуть-чуть непривычно, хотелось бы на резинке поиграть, а так организация супер, турнир супер, команда супер, ребятам респект. Первую игру выиграли, но соперники хорошие были. Соревнования проходили на четырех кортах, матчи длились по 10 минут или до 21 очка. Если счет равный, то победителя должны определить в добавочное время. Химки-стрит, пожалуй, самая опытная и титулованная команда турнира. В этом году также претендуют на призовые места. В первом же матче они обыграли еще одних фаворитов из нашего города – ребят из команды «Шторм». По сути, да, мы такие ветераны, и на самом деле приятно, когда ты приезжаешь, уже новые команды появляются, новые лица. И, соответственно, понимаешь, что спорт движется вперед, не стоит на месте. Дети приезжают играть, получают наслаждение, и главное, с разных городов уже приезжают. Это тоже важно. По соседству в не менее упорной борьбе соревновались женские команды. Так как девушек играло меньше, чем мужчин, здесь права на ошибку нет. Какие ожидания на сегодняшний день? Ну, у нас соперников есть только одна команда. Будем с ними биться. Они старше нас, это плохо. А какая команда? Не знаю, как они называются. Нет, они называются «Три с половиной». Что-то такое. Всего в соревнованиях приняли участие 130 спортсменов. С каждым годом расширяется география участников. Турнир только набирает популярность. В этом году награды разыгрывались в трех категориях – мужчины, юноши и женщины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова